Здравствуйте, друзья! Поскольку сегодня была опубликована форма для заполнения, форма для участия в лотерее Green Card DV 2019, вы видите адрес сайта, на котором висит форма, и, собственно, сзади вот этот сайт. Я сегодня просто, как бы сказать, поделюсь первыми впечатлениями, ладно? И это не значит, что мы на этом закончим, а мы только начнем. Соответственно, когда мы придем к тому, чтобы делать в прямом эфире, заполнять эту форму, я бы хотел, чтобы в комментариях к этому сюжету вы писали бы вопросы, которые есть, так, чтобы мы могли бы к ним возвращаться во время прямой трансляции. Ну, поехали! Вот страничка, тут есть инструкции, тут есть инструмент для фотографий. И я пока иду, вот, начинаем. Нажал кнопочку, говорит, капчу давай. Мы говорим, да не вопрос, что там, y, j, 9, и буквка P. Так, идем, submit. Она нас пропускает, смотрите, это очень nice. Last name. Ну, давайте напишем Иванов, правильно? Это не то, что лично я, ну, так. Ну, уже первое имя-то возьмем от меня, Михаил. Вы спросите, а как вы знаете, как писать Михаил? Ну, у меня в паспорте так, то есть, у меня как бы, мне известно. Но вообще, значит, или я по правилам транслитерации это делаю, они опубликованы, либо я как-то по загранпаспорту и так далее. Middle name. Ну, меня нету. Я могу сказать, что отчество это middle name, но это не совсем так. Поэтому я лучше обойдусь пока без middle name. Так. Мужчина, да, понятно, это мы. Мужчина. Дальше что у нас? Месяц. ММ. Две циферки. Месяц у меня 04. Я родился в апреле, 28 числа. И это был 1956 год. Вы можете сказать, тебе о душе бы их подумать, а ты вот в лотерею играешь. Но, друзья, это ваше мнение, а мое другое. Теперь они говорят, введи название города и только не надо район, не надо там область, не надо ничего. Я буду исходить из того, что я, ну я родился в Москве, правда, а так с целью заполнения вот этого всего. Я скажу, что я родился в деревне Шихова, Одинцовского района, Московской области. И здесь я пишу Шихова, обратите внимание, Шихова пишу я, и не пишу ни район, ни область, ничего. Почему я Шихова так написал? Я из головы написал, правильно было бы, и то, что вы сделаете. Вы пойдете на Google Maps, найдете там, как это все есть, на англоязычной, и посмотрите, как оно пишется. Вот это будет правильным написанием. Страна, в которой ты родился, я родился, я родился в России, я пишу буковку R, потом еще R, и оно так по списку идет. Румыния, Раша, пожалуйста, вот у меня Россия. Идем дальше. Страна, country of eligibility. Значит, не все страны играют, не все страны допущены. Поэтому, значит, либо ты играешь по стране, в которой ты родился, если она участвует, либо, если не участвует, есть некоторые правила дополнительные, вот они тут, вот есть ссылочка, и там можно почитать. Может быть, ты все равно можешь участвовать, даже если твоя страна не участвует. Значит, соответственно, они говорят, ты говоришь, что ты вот по стране рождения можешь играть, а куда? Если нет, тогда там другое, но я туда не хожу. Фотография. Надо сказать, что у меня фотографии нету, но что я сделал? Я пошел на Google и поискал, сделал поиск на DV, или там US Visa Photo Example. И нашел какую-то фотку, которая была ровно 600 на 600 пикселов. Вообще тут правила есть, вы можете там все это почитать. Но, значит, я положил к себе на десктоп и говорю, где она у меня на десктопе. Там тетка какая-то чуждая нам на десктопе. Вот она, DV Photo. Видите, я даже так назвал, DV Photo. Пошли. Она сейчас, вот, вот эту женщину. Видите, как хорошая получилась такая. Вот. Ну, будем считать, что это я. Теперь с адресом. Друзья, тут очень тонко. Адрес, это куда вам пошлют письмецо. Вам пошлют письмецо, когда надо будет вас сконтактировать. Таким образом, я это пишу для нашего российского, украинского, азербайджанского, киргизского почтальона. Вот это вот InCareOf, это человек, ну, допустим, меня там нет, а я где-то путешествую, чтобы он получил. Ну, я напишу, я говорю там Маше, или там Марии пусть будет. Ма-ри-и, Марии, 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 Марии. Там я уже по-русски Сергеевне, Сергеевне Косоловой. Вот так. Значит, что я пишу. Энергетическая Энергетическая Улица. Это как, я прям для нашего этого почтальона. Энергетическая улица. Дом 2. Квартира 32. Вот прямо почтальону, друзья. А вы не пишете это американским органам. Город. Как там у вас? Шихово, да? Шихово, значит, Шихово, Одинцовский район, Московская область. Т. Ну пусть будет так. Могу апостров поставить. Московская область. Вот так я написал. Еще раз. Я пишу в русской транслитерации, потому что это адресовано русскоязычному почтальону. Почтовый код. Я, честно говоря, не помню там какие коды в каких странах. Ну, в наше время совсем по-другому все было. Ну, допустим, 986754. Могу без почтового кода. Если нажму, то, значит, не будет. Так. Страна. Ну, мы знаем, что в данном случае у нас это все в России происходит. Значит, пишем Россия. Так. Страна, где я сейчас живу. Это отдельно. Ну, живу пусть будет Бангладеш. Я, например, может быть, я сейчас в Бангладеш живу. Но адрес я давал в деревне Шихово. Потому что у меня там, там моя почта не пропадет. Номер телефона. Ну, не знаю, 657, 67, 564. Какой-то вот. Ну, я могу вообще не писать. Он пишет optional. На ваше усмотрение. Ну, я что-то написал. Наверное, вы напишите какой-то номер там с плюс единичка. Там что-то такое. Или там плюс 7. Как там звонить в Россию, Украину и так далее. Это вы сами лучше знаете. E-mail. E-mail я напишу. Миша. У меня нет такого. Но я так от балды. Вот Миша Тестер. И здесь еще раз напишу. Миша Тестер. Вот он даже запоминает для меня. Отлично. Миша Тестер. Образование. Значит, поскольку часто спрашивают молодые ребята, которые учатся сейчас в 11 классе и к нужному моменту уже будут иметь свое там законченное полное среднее образование, они говорят, так что писать? Значит, вы, ребята, пишите Primary School Only. Вам нужно иметь среднее образование не в момент заполнения анкеты, а в момент, когда вы там появитесь, значит, предстанете перед лицом консула. Вот тогда. Поэтому вы смело пишите Primary School Only. Ну, я пишу за себя, я закончил университет. Я на самом деле и в аспирантуре учился. То есть, я мог бы написать, например, сам Doctor at Level Courses. Но у меня нет справки никакой. Мастер я бы мог написать, но я никогда не делал официальный evaluation моего образования на американский манер. Поэтому я не знаю, я некомпетентен сказать, есть у меня мастер или нет. Меня устроит сказать, что я бакалавр. Вот University of the degree, это фактически бакалавр. Все, значит, я иду дальше. У нас есть отдельное видео про образование. У нас есть плейлист, который называется FAQ DV2019, и там они все собраны. Ну, в общем-то, про образование есть замечательное разъяснение на сайте Говорим про ЕС, на форуме. И вот именно их разъяснение объясняется в нашем видео. Так что мы продолжаем движение. Так. Они тут вот с инструкцией идут. Здесь очень подробно все написано, кстати. Теперь. Что у нас тут со статусом, так сказать, брачным? Можно сказать, что ты холостой. Можно сказать, что ты, ну, вот большинство из тех, кто женат, они женаты, но супруг, супруга не являются гражданином США. Ну, я, предположим, я живу там, где я раньше жил. Поэтому я женат на Светлане, но она не гражданин и не обладатель грин-карты. Так, могу я нажать вот этот? Нет, не могу. Значит, так. Я не обладатель грин-карты. Идем дальше. Они тут говорят, что вот, например, легали-сепарейти, это когда по решению суда вы живете отдельно, хотя и расписаны. Поэтому, если человек живет отдельно, легали, по суду, то вы не сможете взять его с собой. Они тут объясняют. Вообще, читайте, тут все хорошо написано. Количество детей. Тоже объясняется, что это дети до 21 года, причем анмерит, не женатый. Детей вы туда введете, своих собственных биологических детей, тех, которых вы официально усыновили, и детей, которые в браке, как бы, к вам присоединились со стороны супруги. Да, то есть, это дети супруги. То есть, свои дети, дети, которые были усыновлены, и дети, которые у супруги есть. Теперь, да, строго говорят, что если ты гад, значит, ну, так я не бежливо гад, что если ты что-нибудь с детьми тут напутаешь, мы тебя дисквалифицируем. Аналогичные угрозы были в отношении фотографий. Значит, поскольку моя дочь больше 21 года, старше 21 года, кроме того, что она и замужем тоже, поэтому я вот на этом месте говорю себе, все, значит, вот я заполнил. Теперь у меня так ответственный момент, я должен нажать кнопку. Я не знаю, что там дальше будет, честно. Вот, ну, давайте я нажму кнопку. Бум-бум. Он может сказать, о, вот так он и говорит. Видите, он говорит, что-то я им тут не додал. Что я им не додал? Какой-то месседж там где-то должен быть. У них эти месседжи обычно там не поймешь, что они говорят. Так. Угу. Вы знаете, что? Они мне про фотографию говорят. Они говорят, что твоя фотка должна быть квадратная между 600 и 600 пиксел и 1200 на 1200. Но вообще-то моя фотка, сказать по правде, моя фотка абсолютно вписывается в это. Давайте мы посмотрим. Properties. Что там не то с моей фоткой? Ой-ой-ой-ой-ой. 225 на 225. Действительно, что-то здесь напуталось. Так. Давайте мы сейчас остановим нашу передачу и вернемся к ней после того, как сделаем, значит, коррекцию. Да. Коррекция сделана. Действительно, там получилось не очень хорошо. Давайте мы еще раз пойдем. И я сделал на десктопе, да. Диви фото. А что же оно сейчас? Ну, вот дает. По дате. Ну-ка давайте еще раз. О, как интересно. Ну-ка еще раз остановимся. Да, друзья, неожиданно получилось. Получилось, что... Вот она фотография, что она 13-го года. Ну, хорошо. Как вышло, так вышло. Значит, берем эту фотографию. Говорим. Окей. Open. Так. О, как красиво-то у нас тут вышло. Смотрите. Значит. Вот такая женщина-красавица. Так. Все у нас тут путем. Значит. Давайте нажмем кнопочку continue. Не сразу. Но так мы, мне кажется, пробились. Нет. Друзья, не пробились. Чего теперь не идет? Неужели опять фотография? Окей. Фотография была успешна. Значит, с фотографией претензий нет. Давайте снова. Так. Так. Фамилия, имя. Мужской род. Пол. Так. Значит. Город. Страна. Они пишут, что... Scroll down to see specific error messages. Вот это, друзья, начинается пробирание. Так. Клеймин. Страна есть. Фотография. Они говорят, с фотографией все путем. То есть, как бы без претензий. Страна, Бангладеш. Телефон. Так. University degree. Ну чего? Merit. Так. 21 год. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже мой. Я извиняюсь. Я, друзья, я не знаю, как так бывает. Да. До 21 года. И оно, смотри, вот оно сообщение об ошибке. Только от нуля до 20. То есть, с 20 детьми можно играть. Я понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Идем. Не буду вырезать. Вот пусть все видят, чего люди творят. Жена пошла. Ну, Иванова. Пусть будет Марина. С большой буквы. Я аккуратист такой. Нет у нее middle name. Родилась она. Пусть она родилась, скажем, 26 декабря 1967 года. Хорошо. От балды. Ну, соответственно, женщина. Где родилась? Родилась, например, Киев. Страна. Ну, Ю. Крейн. Окей. Таки да. Моя таки да. Там родилась. Фотографию. Ой, это ее мама родная. Ну, давайте я возьму ту же самую. Конечно, это не, сами понимаете, не камильфо, но для наших целей сойдет. Тем более, вот и женщина здесь это тоже получилась. Идем дальше. Если я хочу вернуться к первой части и что-то поправить, я могу это прямо тут сделать. Ну, в данном случае, вот я иду. Континнию. Идем. Ах, ты ж, Господи. Опять что-то не так. Ну, это вообще-то. Сейчас. Иванова Марина. Ах, 26 декабря 67 года. Ах, перепутал, перепутал. Месяц 12. Друзья, вот так вот, из самых лучших чувств. 26, месяц 12. Все, все, все. Я надеюсь, что сейчас пройдет нормально. Континнию. Реальная жизнь. Видите, ничего искусственного нет в нашем действии. Так. Если нужно идти, значит, да, они говорят, если нужно вернуться, не используй этот самый, вот используй go back и не используй на браузере кнопочку. Только на ту, что внутри. Значит, она говорит, подтверждение она хочет. Значит, Иванов, Михаил, мужчина, 28-го, 56-го, Шихова, Russia, Country Russia, фотография получена, Инкеров, Мария Сергеевне, Косолобу, Вой, энергетическая улица, дом 2, квартира 32, город Шихова. Шиково, я, правда, тут, видите, я тут буковку H пропустил. Я могу, на самом деле, вернуться и поправить. Я не буду этого делать, но вы можете поправить. Это не та ошибка, за которую вас накажут. Это чисто почтовые дела. Ну, правильно было бы, наверное, вернуться и поправить. Бангладеш, номер телефона, Миша Тестер, University degree. Так. Количество детей. Про жену. Вот, собственно, и все. Если я нажму Submit, ну, я даже не знаю, нажимать, не нажимать. Ну, давайте я нажму, в конце концов. Мы же все-таки так... Это мусорная такая штука, она сразу идет в гарбич. Ну, давайте нажмем. Ну, что же. Я думаю, это неплохо, вот, посмотреть, как выглядит, да? Вот мне дали confirmation number. Вот это вот confirmation number. Значит, надо было бы сейчас взять все это, во-первых, распечатать. Во-вторых, вы можете, знаете, чего сделать? Можете вот так правой кнопочкой мышки кликнуть и сказать ему save as. Вот так, save as. И дальше, вот у меня, говорит, web page complete. Вот у меня выбрано так, можно web page HTML on. Или нет, web page complete. Вот я взял. И Visa Lottery, я напишу так, success. Да, вот я его так сохраню к себе на десктопе. И у меня есть прямо вот, фактически, вот эта вот штучка есть. И, ну, и можно распечатать тоже, если вам бумажное милее. Можете себе отправить по e-mail в 10 мест. Можете, там, я не знаю, с кем-то поделиться, чтобы никогда не потерялось. Но, в общем-то, мы сделали такой вот submission. И, удивительно, ничего не крашится. Друзья, видимо, они так учли ошибки прошлых лет. На этом мы с вами расстаемся. Все вопросы, которые есть, пишем в комментариях. И дальше мы сделаем, я как обещал, мы сделаем в прямом эфире. И мы отдельно сделаем, как с фотографиями работать тоже, вот с учетом этого инструмента и так далее. Все это впереди. На этом, друзья, я с вами расстаюсь. И до скорых встреч.